МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проснулись раньше срока. Клещи активизировались в Нижегородской области. Осторожный незнакомец. Как защитить своих детей? За победами спортсменов стоят их родители. Завершился конкурс мама-футболиста. Далее расскажем обо всем подробно. Настоящая весна с зеленой травой на газонах и листвой на деревьях обычно приходит в Нижегородскую область не раньше конца апреля. Примерно в это же время в регионе активизируются клещи. Но в этом году тепло пришло к нам гораздо раньше, как и паукообразные. Нижегородский Роспотребнадзор уже зарегистрировал три случая обращения с укусами клещей в этом году. В нашем городе пока жалоб не было. Из 50 территорий Нижегородской области 15 являются эндемичными. То есть на 15 территориях Нижегородской области при укусе клеща может развиться такое серьезное заболевание, как клещевой энцефалит. Территория нашего города не относится к той территории, на которой регистрируется заболевание клещевого энцефалита, то есть не является эндемичным территорией. В Мордовии вовсе нет эндемичных территорий. Но расслабляться не стоит. Клещи – переносчики боррелиоза. Ежегодно в Сарове фиксируются случаи этого заболевания. Из года в год число обратившихся по поводу укусов клеща растет. Надо иметь в виду, что ведь не все люди, которые подверглись укусам клещами, обращаются за медицинской помощью. Но даже количество тех, кто обращается, возросло в два раза по сравнению с 2022 годом. Если в 2022 году было около 300 случаев, то в 2023-м 611 случаев обращения по поводу укусов клещами. Равномерно растет и количество заболевших клещевым боррелиозом. В 2022 году было 11 случаев, в 2023-м – 22 случая. По прогнозам Нижегородского Роспотребнадзора, обстановка в этом году будет примерно такая же. Боррелиоз вызывает проблемы с суставами, сердечно-сосудистой системой, неврологические нарушения гепатита и воспаление глаз. При укусе на теле может появиться красное пятнышко, окруженное белым и красным ободками. В первые дни болезнь может проявиться в виде головной и мышечной боли, повышением температуры. Попадая на кожу человека, клещ сначала подыскивает благоприятное место для укуса. Этот процесс может занимать полчаса. Чаще всего паразиты присасываются в области живота, подмышек, за ушами, на груди и шее. Если вы приходите с территории открытых, прогулки, сами гуляли, с животными гуляли, мы рекомендуем для профилактики сам и взаимоосмотр с интервалом 15-20 минут. То есть, если клещ у вас на одежду попал, он еще может не присосаться. Если вы увидели, вы его стряхнули, и он не присосался, никакого вреда вам не нанес. Если же прошло уже больше 30 минут, и если клещ к вам попадает на одежду, он может уже внедриться. Если вы все-таки обнаружили на теле клеща, самостоятельно его лучше не удалять. Есть риск оставить головку, и яд продолжит выделяться. Специалисты же удалят клеща полностью и следуют его на наличие инфекции. Своевременное обращение и выявление болезни позволят быстро вылечиться с помощью антибиотиков. Вакцины от бролиоза как таковой нет. Зато можно сделать прививку от клещевого энцефалита. Это актуально тем, кто посещает другие регионы, где риск заражения есть. От бролиоза поможет неспецифическая профилактика. Для того, чтобы защитить себя, надо надеть светлую одежду. Почему светлую? Клещ темный, и его на светлой одежде лучше видно. Значит, капюшон на голову, косынку, дети особенно детям. Манжеты рукавов должны плотно прилегать, а края брюк желательно закрыть сверху носками, чтобы клещ не смог добраться до кожи. Увы, чтобы встретиться с ним, вовсе не обязательно ехать за город. Клещей много в парках, скверах, саровских дворах с густыми насаждениями. Перед прогулкой также можно использовать репелленты. В интернете неоднократно появлялись сообщения о том, что к детям на улицах подходят незнакомцы с неизвестными целями. Это повод поговорить со своим ребенком о правилах безопасности, а взрослым всегда быть начеку. В первую очередь объясните детям, что любой незнакомый человек на улице представляет для него потенциальную опасность. Если к ребенку подходит человек, начинает разговаривать, что-то предлагать или о чем-то просить, нужно сразу уходить и не вступать в беседу. Лучше отправиться домой или в любое людное место. Никакому взрослому помощь ребенка понадобиться не может. Ребенок априори слабее любого взрослого. Если взрослый справиться не может в какой-либо ситуации, будь то котята в подвале, либо донести сумки, ребенок с этим не справится тем более. В ситуациях, когда незнакомый человек просит ребенка в чем-либо помочь, он может давить на чувство жалости или стыда. Важно не поддаваться таким провокациям. Также нужно категорически отказываться от любых гостинцев, которые незнакомцы могут предложить. Популярная игрушка, вкусняшка и так далее. И ни в коем случае не ходить домой к чужим людям. Еще хуже ситуация, если начинают ребенка манипулировать опасностью с родителями. То есть также подходит незнакомый человек, обращается к ребенку по имени, прямо по его действительному имени, и говорит, что с мамой или с папой случилась беда, они попали в больницу, нужно быстрее ехать. То есть, во-первых, спешка, и человек изображает панику и суету какую-то. У ребенка сразу, соответственно, страх за родителей. В таком случае важно не поддаваться панике, максимально разорвать дистанцию с незнакомцем и попробовать связаться с родителями или родственниками самостоятельно. Если взрослый человек перешел в наступление и стал применять физическое воздействие, не нужно стесняться кричать и говорить «я не знаю этого человека», тем самым привлекая внимание прохожих. Можно пытаться легаться, пинаться и кусаться. Если под рукой есть какой-то предмет, можно кинуть им в витрину или машину, чтобы сработала сигнализация. Это не обязательно будет дядя, это может быть тетя, это может быть бабушка, либо дедушка, это может быть подросток. То есть возраст здесь значения не имеет никакого. Поэтому родители должны донести, что любой человек может обратиться к ним с какими-то подозрительными вещами и обязательно проинструктировать ребенка, что мы не разговариваем, либо отвечаем максимально кратко, разворачиваемся и уходим. Держимся в людных мест и обязательно звоним родителям. Лекторы школы детской безопасности поисково-спасательной группы «Рысь Саров» рассказывают детям о правилах безопасности. Пригласить спикеров в школу можно по телефону. Плюс семь – 915-930-2901. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Татьяна Ивановна Левкина – заслуженный работник культуры Российской Федерации. На протяжении многих лет она занимала пост начальника отдела культуры Сарова и сделала для города очень многое. Но на всю жизнь особое место в ее сердце занял театр. Татьяна Левкина ставила спектакли и в Доме ученых, и в драматическом театре. Но окончание профессиональной карьеры не погасило у режиссера любви к театральному искусству. Внутреннее горение, творческая энергия вылились в открытие домашнего камерного театра «Лир». Благодаря моему супругу Андрею Андреевичу появилась возможность на первом этаже большого здания по улице Мичурина открыть домашний театр, что мы и сделали. Этот театр полностью финансируется моей семьей. Домашний театр для Сарова – вещь новая. Над первой постановкой Татьяна Ивановна работала полгода. Зрители увидели две маленькие комедии Антона Павловича Чехова. Трагикомедию «Трагик по неволе» и комедию «Фарс. Предложение». В труппе состоят как актеры Саровского драмтеатра, так и другие работники культуры. Андрей Рудченко, Валентина Юрина, Владимир Савинкин. Хореограф Алла Альбертовна Царева, с которой мы сотрудничаем уже давно. Вокал – это Юрий Александрович Царев, супруг Алла Альбертовна. Это прекрасная творческая семья, которые всегда вместе. Концертмейстер – Лариса Александровна Скорту, преподаватель по классу фортепиано. Концертмейстер – человек, насчитывающий 58 лет музыкального стажа. Первый спектакль «Трагик по неволе» произвел на гостей вечера сильное впечатление. Чехов определил жанр постановки как шутку в одном действии, но театр «Лир» обратился к трагикомедии. Отсутствие барьера между актерами и зрителями добавило еще большего эффекта и эмоций. «Я даже заплакала. Просто, ну, вообще, все очень нравится. Актеры великолепно играли, главный герой. Ну, просто отдал себя полностью. И сначала я улыбалась, сначала мне нравилась его игра. То есть, как он играет, как вот все это он, ну, подает, подачи все. А потом реально забыла про все, и уже я находилась, ну, как в самом спектакле. То есть, я как была участницей, в конце я заплакала». Близость игры актера, то есть, настолько вот идет взаимодействие очень тесное с актером, и как будто проживаешь вместе с ним эти эмоции. Вот это интересно вообще, потому что все-таки в театре, когда сцены достаточно далеко, вот, не видишь вот этой всей гаммы переживаний актера, его голоса, его выражение лица, вот это его… Внутро немножечко, оно так вбереги. А здесь вот это проживание именно в такой вот непосредственной близости, оно, конечно, усиливает впечатление. В дальнейшем в театре планируют организовывать и музыкальные, и литературные вечера. Посетить домашний театр «Лир» можно по пригласителям. Запись по телефону 3-26-75. Фестиваль патриотической песни «Пою тебе, мое отечество» проходит в Сарове во второй раз. К участию приглашают сольных исполнителей и хоровые коллективы. Фестиваль песни – настоящий праздник творчества. В этом году мероприятие призвано не только поднять в людях чувство патриотизма, приобщить к богатству русской культуры, но и поддержать бойцов специальной военной операции. Второй открытый городской фестиваль «Пою тебе, мое отечество» – это праздник, который посвящен истории нашей страны. Это праздник творчества, благодаря которым людям, которые участвуют в этом фестивале, мы воспитываем патриотическое направление в нашей молодежи. Ну и, конечно, это возможность поддержать нашу страну в такое нелегкое для нее время, поддержать наших бойцов и еще раз погордиться нашей страной, нашей державой. Второй городской фестиваль патриотической песни собрал 28 участников от 14 лет, среди которых как сольные исполнители, так и хоровые коллективы, учреждения культуры, дополнительного образования, Совета ветеранов Рафиас Внеев. Фестиваль проводился по нескольким номинациям. Сольные исполнения, ансамбль малых форм, ансамбль крупных форм, семейный ансамбль, авторы-исполнители, профессионалы. Артисты исполнили песни о родине, русской жизни, войне и нравственных ценностях. Именно через музыку можно дотянуться до нашей молодежи, и именно к песням они наиболее восприимчивы. Ну а мы в рамках фестиваля привлекли большое количество талантливых исполнителей, талантливых музыкантов нашего города, и я абсолютно уверен, что этот фестиваль станет достойным элементом культурной жизни нашего города. Особенным подарком для граждан и участников фестиваля стало выступление ансамбля «Россия имени Людмилы Зыкиной» под управлением заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко. После концерта прошло награждение лауреатов фестиваля «Пою тебе мое отечество». Победители получили возможность записать видеоролик своей песни. Короля и королеву музыки, рояли, скрипку, гитару, флейту, баян и многие другие инструменты услышали юные соровчане со сцены детской школы искусств. Ежегодно в учреждении в преддверии приемной кампании организуют дни открытых дверей, отчетные концерты и филармонию школьника, чтобы поближе познакомить детей с отделениями. Направления самые разные – это и инструментальное исполнительство, и хореография, и архитектура, вокальное отделение, хоровое отделение. Так что всех ждем, всем будем рады, и детей постараемся научить доброму, светлому, красивому. В рамках концертной игровой программы «Музыкальное путешествие с инструментами» ребята познакомились со струнными, духовыми, ударными и клавишными, отгадывали загадки и пели песни. Воспитанники и педагоги Дэшии, в свою очередь, демонстрировали свои таланты и умения. На своем примере показывали, чему можно научиться. Мне понравился весь концерт и все представления. Я записывала на диктофон, чтобы потом, чтобы мама с папой, моя семья могла послушать то же, что я. Меня заинтересовало направление других детей, которые очень хорошо играют. Мне понравилось. А на чем бы ты хотела играть? На гитаре. Концерт был просто великолепным. Мне больше всего понравилось последнее выступление. Была подруга из детского сада. Набор в отделении детской школы искусств на 2024-2025 год стартует 15 апреля. Подробнее ознакомиться с направлениями обучения можно на сайте учреждения. Дополнительная информация по телефону 98400-98402. Что такое оптические явления? От чего появляется радуга? Чем занимаются сотрудники лазерно-физических наук? Ответы на эти вопросы ученики седьмых и восьмых классов получили на встрече в рамках городского проекта «ПрофТренд». С ними беседовали сотрудники Института лазерно-физических исследований в НИЭФ. Во дворце детского творчества прошел день увлекательных наук. Под руководством Евгения Салатова и Екатерины Тырзовой школьники изготовили простейшие спектроскопы и изучали такие явления, как дисперсия и дифракция. Вы могли даже не замечать, но с этими явлениями мы сталкиваемся каждый день. На площадке Георгия Рогожникова школьники с помощью подобия треугольников и нескольких простых формул смогли рассчитать диаметр пятна лазера, если им посвятить на Луну. Я всегда интересовался светом, что такое свет, его природа. И в детстве мне попалась книжка очень интересная, автор Транковский, называлась она «Книга о лазерах». Я в школе интересовался лазерами, и потом, когда выпала мне возможность пойти в ВУЗ, и я увидел, что там есть такая кафедра, как квантовая электроника, я, естественно, воспользовался этой возможностью, и обучился, и стал заниматься профессионально лазерами. У отрицательной линзы фокус на расстоянии минус 50 мм, у собирающей линзы положительной фокус на расстоянии 500 мм. На каком расстоянии мы должны поставить собирающую линзу, относительно отрицательной линзы, чтобы получить плоскопараллельный, расширенный пучок? На площадке у Романа Порубова и Владимира Якунина школьники познакомились с такими терминами, как отрицательный фокус, собирающая линза, параллельный пучок. Благодаря им ребята смогли рассчитать расстояние и настроить элементы оптической системы. В итоге это занятие стало увлекательным для людей, любящих подумать. Я еще ничего не понимаю в физике. Я не изучаю свойства лазера и оптических явлений. Но мне было очень любопытно посмотреть и послушать. Мы хотели рассказать на нашем стенде геометрического оптика законы оптики в действии, и чтобы дети сами пощупали руками, посмотрели, что это такое. Сотрудники на доступном и понятном языке рассказали подросткам о сложных физических процессах. На встречи Профтренд очень сложно попасть. Ведь на них выделяется маленькое количество мест, и поэтому успевают только самые заинтересованные ребята. Хочешь ли ты дальше развиваться в этом направлении? Ну, думаю, да. Для меня это будет хорошим опытом, и это будет интересно. Чем заняться в выходные дни? Как расширить свой кругозор? На этот вопрос ответ знают эти юные саровчане. Сейчас мы находимся во Дворце детского творчества, на мероприятии, которое называется «Привет, Бэйби Скилз». На образовательном событии ребята посетили станции, которые проводили сотрудники Ядерного центра, Дворца детского творчества и дети из команды юниоров «Росатома». Смотрите, какой цвет стал. Какая творечная музыка. Несколько станций, на каждой из которых участников ждали необычные испытания. Некоторые проверяли не только знания, но и интуицию. Например, на площадке «Криптография» ребята смогли примерить на себя роль сыщиков. На станции у нас кот загадывал слово. Это слово ребята должны были расшифровать, оно было зашифровано. Когда ребята его расшифровывали с помощью диска «Альберти», это слово являлось паромлером для того, чтобы вскрыть мини-сейф. В сейфе от кота был сладкий подарок. Еще были представлены станции на тему экологии, химии, конструирования и логики. На каждой из площадок дети изучали основу одной из наук. Это мероприятие поможет ребятам погрузиться в дисциплину, которую они будут в дальнейшем изучать в школе. По итогам мероприятия ведущие станции наградили самых активных участников медалями и сладкими призами. Мы спросили у ребят, хотят ли они развиваться в этой теме. Хочу разбиваться в направлении «Криптография», потому что у меня есть младший брат. Потому что он все время у меня что-то находит и читает это. Мероприятие прошло в веселой обстановке и заинтересовало даже взрослых. Ульяна Крылова, Руслан Лапшин. Объединение журналистика «Дворец детского творчества» для службы новостей «Саров-24». Француз, ягоза, смесь тигра с обезьяной. Как только не называли юного Сашу Пушкина в Царско-сельском лицее за его знания, озорство и неукротимый нрав. В какой обстановке проходило детство великого поэта, какие были забавы и игры. Все это сотрудники Пушкинки обсудили со своими читателями на концертной игровой программе «Проделки Саши П». Мероприятие проводилось совместно с детской школой искусств, с нашими давними друзьями. Мы очень рады, что они разделили с нами эти замечательные эмоции. Встреча была посвящена Александру Сергеевичу Пушкину и не случайно, ведь в этом году мы будем отмечать его 225-летие. Участники встречи смогли погрузиться в атмосферу детства великого русского поэта, изучили и попробовали на себе забавы конца 18-го, начала 19-го века. Вспомнили русские народные сказки и попытались сами сочинять стихи. Особое настроение создавали мелодии скрипки, баяна, танцевальные и вокальные выступления воспитанников и педагогов ДШИ. Диана Кузьмина учится в пятом классе школы номер 14 и всегда ждет каникулы, чтобы посетить мероприятия Пушкинки. Было интересно, потому что все равно, когда смотришь на выступление, можно время, так сказать, в пользу провести. Ну, я лично более-менее о Пушкине уже эту всю информацию знаю, но все равно, что-то такие игры русские были для меня новые. Я очень люблю библиотеку Пушкина, потому что у меня сегодня день рождения, и я очень рада его тут так немножко отметить. В конце встречи сотрудники библиотеки наградили победителей конкурса «Пушкин с нами» в возрастной категории 7-12 лет грамотами и призами. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Мы пришли сюда поддерживать своих мам. Наши мамы победят. С таким настроем юные футболисты пришли поддержать своих мам на финальном этапе конкурса «Мамы футболистов». Всего в проекте приняло участие 5 мам. За два месяца они прошли большое количество испытаний. Кулинарный конкурс, видеовизитка, спортивный этап, благотворительная акция. Мы прошли очень много этапов. Невозможно сказать, что был какой-то один из них, не запоминающийся. Все были запоминающиеся. Я думаю, мы надолго это запомним. Да, девочки? В финале конкурса мамам предстояло показать себя на все сто. Продефилировать на сцене, ответить на вопросы, а также проявить себя в творческих номерах вместе со своими сыновьями. Координатором и организатором мероприятия стала Мария Иванова. Она делала все, чтобы все участницы дошли до финала. И, как признается, сложности были, но все незначительные. Каждая мама уникальна, интересна и достойна победы. Я с первых секунд почувствовала себя командой, и до сих пор мы командой, которая еще больше сплотилась. Как мы вчера подметили, у нас получилась великолепная пятерка, и я как вратарь. В общем, было очень интересно, полезно, познавательно. И мне подружились самые лучшие положительные эмоции. Желаю удачи каждой из них. По итогам конкурса «Мама-футболиста» победительницей в номинации «Самая народная мама» стала Ольга Шахватова. В номинации «Самое доброе сердце» победила Марина Тюрина. Мамой «Позитив» стала Домникия Югова. В номинации «Мама-энергайзер» Наталья Соснина. Марина Кочеткова стала самой яркой мамой. Абсолютной победительницей конкурса стала Наталья Соснина. Такие мероприятия Мария Иванова и спортивная школа ИКАР планируют проводить традиционно в разных спортивных сферах. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Первенство «Арфятсвнеев» по волейболу проходит в рамках ежегодной спартакиады по различным видам спорта. Соревнования начались с 1 апреля. Пока прошло несколько игр. Десять команд поделены на две группы. Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф и играют между собой за призовые места. Волейболисты представляют различные подразделения ядерного центра. У нас проходит спартакиады «Арфятсвнеев» по различным видам спорта. По игровым, такие как футбол, баскетбол, волейбол. Есть такие виды спорта, как шахматы, шашки. Есть лыжи, настольный теннис и другие виды спорта. Ну, конечно, командные виды спорта привлекают наибольшее внимание не только участников, но и болельщиков. Люди приходят, поддерживают своих знакомых, коллег. Поэтому атмосфера очень классная, живая. И радует, что в этом году 10 команд и будет борьба очень классная такая, здоровая. В очередной игре на паркете столкнулись команды «Квант» и «Буревестник». Вслед за ними вышли «Старт» и «Полёт Арсенал». Многие спортсмены показывают высокие уровни мастерства и имеют за плечами опыт городских и областных соревнований. Состоят в волейбольных лигах. Поэтому конкуренция на первенстве «Арфятсвнеев» нешуточная. Ну, идёт очень ожесточённая борьба в каждой встрече, потому что, ну, профессионалы, которые занимаются, ну, любительские профессионалы волейбольные на Апасаровске, присутствуют в каждой команде. Поэтому игры очень интересные и конкуренция очень высока. Чтобы достойно выступить на первенстве по волейболу, команды собираются и тренируются после работы и даже по выходным устраивают товарищеские встречи. Волейбол – в полном смысле командная игра, в которой каждый человек на поле выкладывается на 100%, чтобы принести команде победу. Практически все тут играют на чемпионате города, на кубке города. Поэтому практики хватает. Важно вот собираться и показывать результат в каждой игре. Плюс ещё в волейбол – такая игра, но нельзя выключаться ни на секунду. Каждый из шести человек, присутствующих на поле, должен полный фокус, полное внимание своё отдавать игровым эпизодам, чтобы команда могла побеждать. Полуфинальные и финальные встречи состоятся 20-21 апреля. По итогам первенства сформируют сборную Рфятсвнеев. Молодость, скорость и желание победить – яркие составляющие очередной игры в рамках первенства Приволжского федерального округа по хоккею среди юношей 2010 года рождения. Саровские спортсмены приняли на своей арене команду из Ижевска. С первого свистка гости взяли на себя инициативу, атакуя ворота. Период прошёл достаточно напряжённо. Были моменты, что у противника. Конечно, мало бросаем. Даём сопернику много бросать. Удаляемся. До этого мы проиграли две игры. Но, как я считаю, соперник не сильнее нас. У нас есть шанс их победить. В первом периоде саровчане крепко держали оборону. Но во втором атаки соперника усилились. Несмотря на поддержку болельщиков и домашнюю обстановку, наши спортсмены стали уступать. Иж стали удалось забросить две шайбы. Здесь слабых соперников нет. Поэтому чувствуется, что мы вчера не катались целый день, в автобусе ехали. Поэтому сейчас, может быть, ребята почувствовали лёд, новая площадка. То есть первый раз мы здесь у вас в гостях. Поэтому какое-то время на адаптацию нужно. В третьем периоде живчане дожали игру. Ещё одна шайба залетела в ворота саровчан. Игра закончилась со счётом 0-3. В турнирной таблице ХК Саров сейчас занимает шестое место. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Город представляли семь саровчан. В Самарской области собралось более 350 спортсменов из 34 регионов. В возрастных категориях до 9, 11 и 14 лет играло от 50 до 70 человек. Отличные реакции и продуманные ходы помогли юным шашистам стать лучшими на первенстве России. Дарья Вахрушева стала чемпионкой в молниеносной программе. Девочка признаётся, что играть было тяжело, так как не обошлось без борьбы. Соперницы Дарьи были из Свердловской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Якутия. Мой секрет успеха – долгие тренировки, поддержку родителей. Они меня поддерживают, мне говорят добрые слова. Я решаю позиции, играю с другими игроками. Для Софии Дудник первенство России – первое соревнование такого серьёзного уровня. Встреча с сильными игроками в молниеносной программе было непростым вызовом для юной шашистки. Пришлось собрать все силы в кулак, настроиться на игру и отбросить волнение в сторону. Для первого раза София показала высокий результат и тоже вошла в число золотых медалистов первенства. Там в игре были очень сильные соперники, и меня жаль, жаль, а я пыталась выпутаться. Там была лишь одна КМС-ница. КМС – это кандидат в мастера спорта по шашкам. Она как раз, где я заняла первое место, у нас было одинаковое количество очков, и пошли коэффициенты. И как я победила лидера, поэтому у меня коэффициент был выше. Я заняла первое, а как раз КМС-ница заняла второе место. В основной классической программе на партию с каждым соперником давалось 30 минут. За каждый ход добавлялось по 30 секунд. В результате в классической программе на одну партию ходило около полутора часов. Спортсменкам было непросто, так как долгое время нужно было держать внимание и концентрацию на пределе. Но и здесь шашистки Дворца детского творчества вырвались на пьедестал. И завоевали вдобавок к золотым еще и бронзовые медали. Обе девочки по результатам первенства России попадают в сборную команду России. Но впереди ждем приглашения на первенство Европы и на первенство мира, к чему теперь мы будем готовиться. Хочу сказать большое спасибо всем участникам, которые приняли участие в соревнованиях. И поблагодарить и наших спортсменов, и особенно наших родителей. Чемпионок России педагог Олег Васенькин торжественно наградил дипломами. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова